Моя любимая история, это знаете, как в эпоху дефицита, советская власть, эпоха дефицита, значит, решили посверкать, так сказать, изобилием перед иностранцами очередной какой-то фестиваль молодежи и студентов, неважно, ну неважно какой, много иностранцев. И вот решили показать, сколько у нас всего есть, Елисеевский магазин, объявили распродажу черной икра по 20 копеек за килограмм, черной икра, ситровой, белужей, 20 копеек за килограмм, огромная очередь, все возбуждены, такая распродажа, все, значит, проходит мимо иностранцы, поражаются, выходит в 10 утра директор Елисеевского магазина, холодный январь месяц, выходит директор Елисеевского магазина, говорит, товарищи, скоро начнется распродажа черной икры по 20 копеек за килограмм. Крепитесь, все скоро будет, все ждут, прошло еще два часа. Товарищи, выяснилось, что икра-товар дефицитный, цена уникальная, поэтому не всем будет продаваться икра по такой уникальной цене, поэтому просьба ко всем евреям очередь покинуть. Ну, все евреи идут, ну что делать, ну не ели и не будем есть. Ну, кто-то говорит, правильно, нечего, ешьте свою мацу. Проходит еще два часа, люди уже немножко мерзнут, выходят директоры, товарищи, не переживайте, скоро начнется распродажа черной икры, и все спокойно, все, значит, скоро начнется распродажа черной икры, потерпите, но так как это дефицитный товар, так как беспрецедентная акция, то не всем будет продаваться черная икра, просьба беспартийных очередь покинуть. Ну, беспартийные сказали, ну что делать, ушли беспартийные, еще прохлаживаем, приходит, значит, опять директор рельсейского магазина, товарищи, скоро, скоро, просьба, только объявлением, так как уникальная распродажа, икра будет продаваться только ветеранам войны. Ну, все, остались ветераны войны, где-то в 9 вечера, когда уже все окалели, выходит директор Ильсейского магазина, товарищи, значит, ввиду без прецедентности акции, икра будет продаваться только ветеранам гражданской войны. Ну, в результате к 10 вечера остался один нееврей, партийный ветеран гражданской войны, еще с Буденным где-то, он шашкой махал, стоит, у него уже сосульки на носу, все, и он к нему уходит, дед, дед, ну пойдем, пойдем, пойдем в подсобку. Он его заводит в подсобку, говорит, слушай, дед, на тебе водочки, выпей стопку, тот выпивает, ну дед, ну ты пойми, ну нам надо было показать, ну нет никакой икры, ни по 20, ни по рублю, ее вообще нет никакой икры, ты пойми, ну так получилось, он говорит, сынок, я знаю, в какой я стране живу, у меня вообще нет никаких вопросов, у меня только один вопрос, почему евреев первыми отпустили?